а это замечательный чудесный сорт denis blue ягода круглая румкающаяся сочная вкусная достаточно достаточно крупная сорт растет почти на всей территории российской федерации очень морозостойкий высота куста не вас небольшая метр пятьдесят ростом он шариком этот сорт многими любим за то что при такой маленькой высоте у него хорошая урожайность плотки правда он не сразу поспевает весь слушай какой-то вкус коржовника что ли но он такой да а это донис блю это все донис блю мясистый очень только между всех какает следующий сорт следующий сорт часто выбирают южане за его урожайность этот чудесный сорт называется наследие легаси у нас в этом году мань маленький несмотря на то что я сильно очень вырезала ведь его 10 целая пустота серединке куста сильно его вырезала все равно нагрузка оказалась очень большой ягода из-за этого получилось не крупная так он конечно крупнее намного значительно но будем еще раз резать такими тонн шапочками растет тоже уже тоже уже надо собирать уже весь подсыхает но смотри большие здесь есть покрупнее ягодки вруночка легаси большим покажи папе какие они могут быть большие вот такие это легаси это легаси и легаси это сорт супер сладкий супер 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 сладкий вот из всех известных мне сортов самый сладкий это легаси я даже считаю вот слишком сладкий с моей точки зрения да он как виноград по вкусу желейный да он как виноград сегодня буду собирать согласен очень сладкий как даже для кого-то может показаться приторно сладкий как мне этот кустик классический сорт блюкроп достаточно крупная ягодка он в этом году у нас наконец-то пошел в рост долго засиживался потому что песня очень хорошая урожай из кислотность потому что упустили до нет просто засиделся он может быть смотрите какой крупный видите после легаси конечно не такой сладкий он не такой сладкий но он сочный я уже промерз немножко немножко приплюснутая ягодка очень вкусно смотри какая нагрузка глюкроп обязательно нужно держать подольше на кусту тогда он будет очень сладкий даже сейчас некоторые ягодки зеленые сорву попадаются очень сладкими но до легаси ему далеко дальше чё на следующий ягод покажет такой это любимый многими средней полосе сорт патриот патриот вот какие большие бывают бывают большие сорт патриот невысокого роста у него очень выраженный букет необычный достаточно крупная ягодка приплюснутая это еще не самый мощный потенциал его какой он может показать ягодка очень желеобразная такая характерным привкусом кислинки лимонный такой очень вкусный патриот вообще необычный такой сорт по вкусу то есть вот если сорта есть как легаси например чисто сладкий то патриот очень многогранный сорт по вкусу много составляющих но так у его вкусовой палитре он уже готов да немножко крыжовник напоминает прям желеобразный рядышком сорт тора смотрите какая нагрузка вот это вот одна веточка представляете называется корона да да такие ветки называются корона вот именно их и нужно растить сыночка ты подожди еще не сфотографировал и пока вот эту ветку не нет а вот внизу бери вот такие крупные тора очень крупный сорт это аналог блюкропа новозеландский он растет как правило в южном регионе то есть более такой южный сорт в отличии например от денисблю ягодка крупная визуально похожа на блюкроп на самом деле по вкусу очень похож на блюкроп реально а по форме не по форме дюкей мне больше всего нравится мясистый такой пошли к дюкей мы съели уже две недели назад дальше что наташа идет сорт по моему тоже тора вам нет это бонус это бонус бонус может быть вот таких разума смотрите какая нагруженность урожаем у нас в краснодарском крае почему-то бонус не получается что значит не получается гигантско крупных размеров но так написано в сорте это очень крупный да но сейчас я вам принесу на руку на ладошку чандлер который у нас получается да но это тоже крупная ягода это крупнее чем блюкроп по размерам блюкроп есть сейчас положить и есть но тоже из крупных будешь выбирать да конечно так это блюкроп не блюкроп это это тора вон блюкроп вот но тоже хочу это большую съесть но блюкроп видите даже в самом гигантском своем размере все равно меньше чем чандлер вот он большой и таких ягод единицы на блюкропе а на чандлере почти все такие крупные это с десятку сравните но и вкус у них конечно разный чандлер очень лилеобразный напоминает немножко киви даже только без кислинки совсем блюкроп кислее и сочнее чем чандлер и сладкий бонус очень сладкий относительно их трех но только потому что он наверное уже есть тех есть он уже наверное просто пересидел на кусту очень мясистый вкусный синий 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 не оставили ягодкам никакой никакого дальше у нас идет здесь чандлер угадал ну вот можно снимать крюку прополучил смотри смотрите большие достаточно они не просто большие сына они гигантские вот посмотрите мам у меня больше а за чандлер сфотографирует на ладошки огромные гиганты особенность этого сорта в том что он поспевает постепенно вот он уже где-то неделю стоит и только сейчас некоторые ягоды из громких становятся готовыми такие слоны тут висит вот смотрите слоны тут вообще они слоны еще примерно 3-4 недели постепенно он будет спеть упала большая награждая своего хозяина вот такими огромными ягодами мне нравится чандлер мне нравится чандлер даже не сколько за его размер гигантский размер сколько за его мясистый вкус с моей точки зрения очень вкусная ягода в ней сразу присутствует как в патриоте разные вкусовые нотки в отличие от патриот он созревает позднее да вот размер ногтя видите да ягода слоники в общем не слоники а мамонты мамонты да точно мамонты вот такие мамонты пока не надо сейчас фотографирую идем дальше я вот здесь это положу потом еще раз фотографирую это уже от другого дерева я боюсь я это долго буду тоже чандлер дальше у нас торт эллиот можете посмотреть какая нагрузка в этом году тоже сумасшедшая ой все же на землю легло он достаточно крупный он такого же размера примерно как тора блюкроп но он еще не готовый я сейчас попробую пробу первую сниму но думаю что он еще зеленоват вот рядышком веточка посмотрите тоже это что он же это да он же это эллиот это эллиот вкусная мясистая ягодка крупненькая еще не готов да очень сладкий весел что-то кислый он еще не готов он вообще по идее в августе поздний смотрите парк что это один из любимых моих сортов называется герберт это сорт с очень вкусный такой желейной мякотью я его уже один раз оббирала один сбор тут уже был вот видите явно видно что обобрано видите какой он крупный мясистый и он очень похож на такой желеобразной консистенции у него мякоть очень похож на крыжовник вообще по вкусу крыжовник я очень люблю этот сорт мясистый сбалансированный вкус очень сильно нагружается урожаем нужно обязательно его нормировать сегодня буду оббирать потому что он уже готов готов и мне как-то кажется что он немножко похож на чандлер тем что он созревает постепенно вот у него есть такая периодичность то есть в других ягодах есть два сорта нагронки синяя и розовая образно говоря а здесь синяя, белая, розовая все присутствует в одной моменте как на чандлере вот посмотрите видите нагроночки то есть очень похож в этом смысле на виноград о созреванию на чандлер то есть длительный это кто собирал? не знаю это я собирала я не собирала представляешь стоят три дня здесь собранные и даже дождь пережили вот это жара наступала такая что я даже забыла про ягоду ничего себе все унесла а эту оставила что-то еще есть показать? все а вот там сорт какой? еще он вкусно нагруженный где? помыли ягодку вы показывали? кислая да, нагрузку можешь снять но он перегруженный явно тут очень много ягоды ну тут просто вот сумасшествие какое-то ягодное в этом году в этом году сейчас соберу ягоду и пройду немножко постригу старые ветки переводом на молодые буду стричь запишу видео тут вот очень хорошо видно посмотрите ветка более молодая вот это вот посмотрите какая здесь крупная ягода вот видите крупная а вот ветка старая плодоносит ягода значительно мельче вот даже видно визуально вот это хороший хороший показатель поэтому надо делать все веточки молоденькими сорта какой? сейчас найдем сыночка помоги вам найти название сорта насколько помню я это блюкроп но не уверена да не не блюкроп тут паутинки один а где второй? не нашла? скорее всего неа Вирочку не нашла странно пусть здоров у нас всегда две бирки на кусту висят чтобы вот такие моменты вспоминать как же называется вот посмотрите что происходит внутри вот здесь вот сними когда внутри веточки мелкие некачественные не вырезаются да не ростовые вот он нагрузился урожаем видите куст весь уже поспел а этот весь зеленый он и будет еще долго зеленый и кислый скорее всего он не наберет сладости той которая должна быть потому что там темно и в общем солнце не проходит вот посмотрите еще само а это отводки пожалуйста саморазвитие кустов это вот мы присыпали мульчой ветка наверное лежала на земле мы ее присыпали да так было наверное возможно и вот они пошли отводки то есть вот таким образом можно разводить растения но в этом году их копать нельзя только через два года то есть когда хорошенько укоренится и там мочковатая система будет уже корневая обильная только тогда можно будет здесь откопать и пересадить да аккуратно нужно будет погода нужно держать фикатором порезать ветку и достать ну все батарейка у нас садится да и время осталось 6 секунд все прощаемся всем хороших урожаев до свидания